Всем привет! С вами Ирина Якутенко. Я биолог и научный журналист. У себя на канале я рассказываю о происходящем с научной точки зрения. И такой подход позволяет не только объяснить, но и зачастую предсказать многие события. И сегодня мы как раз попробуем предсказать кое-что важное, опираясь на имеющиеся научные данные. А именно, мы попробуем предсказать, повлияет ли пропаганда на детей, если они будут регулярно ей подвергаться. Этот вопрос в последнее время очень активно обсуждается не только в связи, так сказать, совсем, но и отдельно в связи с введением вузовского предмета, основы российской государственности, проведением в школах уроков о важном и военных утренников в детских садиках. Часть наблюдателей возмущаются и говорят о недопустимости промывания мозгов детям, потому что они еще маленькие и не могут самостоятельно отличать добро от зла. Другие же отмахиваются и вспоминают Советский Союз, когда пропаганда преследовала всех его жителей с самого детства. И ничего, мол, как-то выросли нормальными, и ни на чем она не сказалась, все равно никто всерьез всю эту лабуду не воспринимал. У сторонников обеих позиций есть свои аргументы, но они по большей части либо умозрительные, либо опираются на личный опыт. А как, наверное, уже знают зрители моего канала, оба эти типа аргументации далеки от объективности и не могут служить серьезным обоснованием какой-либо позиции. Возникает вопрос, а существуют ли какие-то более обоснованные, с точки зрения науки и научного подхода, доказательства правомерности той или другой позиции? Ответ – да, хотя их и не так много, как нам бы хотелось. Чисто инструментально доказать, что это именно пропаганда повлияла на те или иные воззрения, очень сложно. Потому что всегда есть еще миллион других факторов, особенно в диктатурах, да и не в диктатурах тоже. Кроме того, если режим длится довольно долго, невозможно отделить влияние пропаганды в детстве и во взрослом возрасте и понять, что повлияло сильнее. Но, тем не менее, кое-какие исследования и эксперименты, из которых можно сделать определенные выводы, у нас есть. Давайте же на них посмотрим и заодно обсудим, почему результаты получились такими, какие они получились. Потому что это связано со вполне конкретными биологическими особенностями детей. И начнем мы с экспериментов, опровергающих тезис о том, что пропаганда и разные манипуляции совсем никак не влияют на детишек. Слово «манипуляции» в предыдущем предложении – это не уход в сторону и не подмена тезиса. Потому что пропаганда – это никогда не только лозунги или передачи по телевизору. Это всегда еще и поощрение определенного поведения со стороны общества и особенно со стороны тех, кто имеет некую власть. В случае детей – это взрослые в целом и учителя и родители в особенности. И у нас есть сразу несколько экспериментов, которые напрямую показывают, что дети не просто поддаются манипуляциям, они очень хорошо им поддаются. По большей части эти эксперименты были проведены в начале и середине 20 века, когда еще не были сформированы этические требования для проведения психологических опытов. Зачастую эксперименты тех лет были травматичными для участников, как минимум весьма неприятными. Но зато они позволили очень наглядно выявить определенные паттерны человеческого и детского, в частности, поведения. И начнем мы с эксперимента «Роберт Кейв». Его провел в 1954 году американский психолог турецкого происхождения Мусафир Шериф. Он разместил в местной газете объявление о том, что набирает мальчишек 11-13 лет для поездки в летний палаточный лагерь. Лагерь находился возле высохшей реки в пещере «Робер» или «Робер». Отсюда и название эксперимента «Роберт Кейв». Ни мальчики, ни их родители не знали, что они будут участвовать в эксперименте. Непредставимо для сегодняшнего дня, но, как я уже говорила, в те времена этические стандарты еще не сложились и значительно отличались от современных. Мальчики и их мама и папа думали, что дети просто едут в обычный палаточный лагерь. И поначалу все действительно выглядело как обычный лагерь. Две группы мальчиков – какая-то лагерная жизнь. Однако постепенно ситуация начала накаляться. Шериф и его помощники организовывали активности в лагере таким образом, что две группы начали конкурировать между собой. Причем не просто конкурировать, а в режиме игры с нулевой суммой. То есть такой ситуации, когда выигрыш одной команды означает проигрыш для другой. Это в корне отличается от ситуации, когда у нас игра с ненулевой суммой и обе команды могут выиграть от какой-то ситуации или проиграть. Ситуация игры с нулевой суммой очень хорошо стимулирует конкуренцию и неприязненное отношение ко второй группе, с которой вы конкурируете. И разумеется, активное создание иллюзии, что мы живем в ситуации игры с нулевой суммой, то есть ситуации либо мы, либо они, это одно из основных направлений пропаганды. Шериф и его помощники всячески дополнительно стимулировали конкуренцию, подстраивая ситуации, в которых якобы одна группа оказывалась виноватой в неприятностях у другой группы. И через несколько дней враждебность, которую поначалу проявлялась только в каких-то разговорах внутри групп, переросла в нечто большее. Мальчики при встрече с мальчиками из другой группы начинали обзываться и даже драться. Так что экспериментаторам приходилось разнимать их. Опросы, которые Шериф провел внутри групп, показали, что мальчики в каждой группе считают своих товарищей исключительно умными, милыми и симпатичными мальчиками, а мальчиков из другой группы сплошь мерзавцами и негодяями. Разумеется, результаты в обеих группах были одинаковыми, при том, что, как вы помните, изначально разбиение на группы было совершенно случайным, то есть группы ничем друг от друга не отличались. Эксперимент Шерифа – одна из самых ярких иллюстраций того, что происходит с обществами, когда они оказываются или им кажется, что они оказываются в ситуациях игры с нулевой суммой. В таких ситуациях имеется тенденция к объединению внутри группы и жесткой конкуренции между ними, когда проявления насилия постепенно нарастают и не воспринимаются как что-то ужасное или аморальное. Более того, насилие начинает восприниматься как нечто естественное по отношению к участникам другой группы, разумеется. Скажу больше, в таких обстоятельствах не проявление насилия по отношению к тому, кто был назначен врагом, воспринимается как предательство, как игра на противника, как то, что подставляет своих. Иначе говоря, если люди долго находятся в такой часто искусственно сконструированной ситуации игры с нулевой суммой, когда либо мы, либо они, насилие в отношении тех, кого назначили врагами, становится поощряемой нормой. А отсутствие насилия осуждается и наказывается. Потому что это больше не сочувствие людям, которые оказались в трудной ситуации, это помощь врагу, то есть действия, направленные против своей группы. И люди постепенно перестают сочувствовать. И потому, что не хотят идти против общества, как сознательно, так и неосознанно. И потому, что и правда перестают жалеть жертв насилия. Они враги. Так им и надо. Если не мы их, то они нас. Это становится частью нормального восприятия мира. То есть в такой ситуации из общества постепенно вымывается нормальное человеческое сочувствие. Этот процесс чудовищен даже на уровне отдельного человека. А когда он происходит на уровне обществ, последствия могут быть по-настоящему катастрофическими. И особенно страшно, когда подобное происходит с детьми. И происходит постоянно, а не на протяжении трех недель в лагере, который организовал психолог-экспериментатор. Потому что склонность усваивать поведение и установки окружающих как норму, биологическая, эволюционно обусловленная особенность детей. Мы рождаемся в этот мир, не зная, какой он. И все детство, начиная с самых первых дней, наш мозг активно впитывает информацию и непрестанно создает из этой информации картину мира. Потому что это залог выживания. Когда ты знаешь, как устроен мир и как в нем принято и правильно себя вести, ты можешь адекватно реагировать на исходящие из мира стимулы. Это повышает твои шансы на выживание. Установки, усвоенные в детстве, самые прочные именно по этой причине. Да, став взрослыми, мы можем изменить свои взгляды. Но кое-что изменить не получится. Например, некоторые автоматические реакции мозга на представителей определенных групп. Главным образом реакцию испуга, за которой нередко следует агрессия. За эту реакцию отвечает зона мозга под названием миндалина. Это часть лимбической системы, и именно через нее исходно проходят все сигналы из окружающей среды. Опять же, это выработанный миллионами лет эволюционного отбора защитный механизм. Сначала оцени любой сигнал на предмет того, опасен ли он, и используй для этого быструю лимбическую систему. А уже потом думай, что с этим сигналом делать. Для этого можешь воспользоваться своей прекрасной, но очень медленной префронтальной корой. То есть разумными зонами мозга, которые отвечают за анализ, синтез, сравнение вариантов и все подобное. И сигналы опасности, усвоенные в детстве, сохраняются с нами на всю жизнь. Мы видим это в многочисленных экспериментах, когда людям, чаще всего из Соединенных Штатов, вы дальше поймете почему, показывают фотографии черных или белых лиц, которые сменяют друг друга так быстро, что человек не успевает сознательно даже понять, что, собственно говоря, на этих фотографиях нарисовано. Но его Миндалина вполне себе успевает и реагирует повышенным возбуждением на фотографии чернокожих. Эти опыты проводились в США, потому что там расовый конфликт наиболее обострен с одной стороны, а с другой реакции человека на представителя другой расы проще всего изучать. Если ненависть возбуждается по отношению к людям, скажем, другой ориентации или другой группы, но той же расовой принадлежности, ее сложнее увидеть в эксперименте, точнее ее сложнее проверить в эксперименте, так как визуально эти группы могут не отличаться друг от друга. Но вернемся, собственно, к экспериментам. Фотографии черных лиц не только заставляли возбуждаться Миндалину. В части опытов участникам предлагалось отсортировать фотографии черных и белых лиц, которые показывались уже немножко медленнее, и приятные и неприятные слова. Ну, скажем, там, радость, счастье, любовь или ненависть, война, злоба и так далее. В разных вариациях опыта сортировать предлагалось по-разному. Либо черные лица и неприятные слова, а белые лица и приятные, либо наоборот, черные лица и приятные слова, и белые и неприятные. И люди достоверно чаще ошибались, когда им нужно было выполнять второе задание. Потому что нашему мозгу сложнее относить в одну категорию имплицитно, то есть неосознанно неприятные черные лица и приятные слова. Мозг автоматически разделяет их, и чтобы соединить их обратно, в одну категорию собрать что-то приятное и что-то неприятное, нужно включать сознательный контроль, то есть медленные зоны нашего мозга. Соответственно, с этим заданием нам справляться сложнее, нам требуется на его выполнение больше времени. В других опытах после предъявления черных лиц люди быстрее находили на картинках оружие и медленнее безобидные инструменты вроде мотык или клещей. Более того, люди чаще ошибались и отсортировывали эти самые безобидные инструменты в категорию оружие. Такая реакция называется имплицитной предвзятостью, и проявляется она не на уровне сознания, а на уровне автоматической реакции тех зон, которые мы обычно не осознаем на сознательном уровне. В данном случае это связано с повышенной активацией миндалины. Усвоенные в детстве страх и неприязнь к чернокожим сохраняются и у взрослых, даже если сознательно они отрицают расизм. Имплицитная неприязнь может определять наше решение, если мы не прикладываем серьезные сознательные усилия для того, чтобы преодолеть ее. Ну то есть нам по умолчанию может казаться, что дискриминация какой-то группы это нормально, так и должно быть. У нас просто даже не возникает вопросов к тому, что она в принципе существует. Для того, чтобы они возникали, вопросы, надо напрягаться и специально об этом думать. Повторюсь, на сознательном уровне можно пытаться преодолеть эту усвоенную в детстве имплицитную неприязнь, но автоматическая реакция миндалины все равно будет сохраняться. Она уже была заложена в работу мозга. Единственный надежный способ убрать эту реакцию – сделать так, чтобы ее не было изначально. Эксперименты показывают, что у людей с детства, растущих в мультикультурной среде, среди родственников которых были люди разных рас, имплицитная неприязнь, то есть та самая автоматическая реакция миндалины испугом на определение фотографии черного лица или на встречу с чернокожим человеком, эта реакция у таких людей отсутствует или выражена очень слабо. То есть, формируя картину мира, их мозг не воспринимал людей другой расы как опасность, они были частью своих, и поэтому такая реакция попросту не сформировалась. Совсем недавно, в 2015 году, ученые получили еще одно доказательство того, что неприязнь какой-либо группе, привитая в раннем детстве, сохраняется на всю жизнь. Исследование ученых Колумбийского университета выявило, что жители нацистской Германии, которые в период расцвета пропаганды, в том числе нацелены на детей, ходили в садик или учились в младшей школе, спустя годы оказались наибольшими антисемитами, чем все поколения, рожденные как до, так и после. Детская пропаганда в нацистской Германии была весьма обширна. Она не ограничивалась только уроками в школе, хотя и это тоже расовой теории была посвящена значительная часть учебника истории. Множество детских книжек рассказывали малышам о том, какие страшные существа евреи, как они разрушают самые основы любой нации, среди представителей которой они живут. Евреев сравнивали с ядовитыми змеями или грибами, учили детей распознавать евреев по внешним признакам. На примере ботанических картинок о скрещивании различных цветов объясняли, почему немцам нельзя заводить детей с евреями. То есть в нацистской Германии использовали все средства воздействия. Из страшной истории об отравлении детей грибами, и о том, как детей кусают змеи, и псевдонаучные доказательства, и отработку полуавтоматических реакций, вроде распознавания признаков еврея. Дети очень легко усваивают любую новую информацию. Это основа обучения. Людям, как виду, важно было как можно быстрее научиться ориентироваться в мире. И особенно хорошо дети усваивают информацию от значимых взрослых. Опять же, это заложено в нас эволюционно, потому что мы социальные существа. И именно от взрослых дети получали львиную часть информации об окружающем мире. Соответственно, когда родитель или учитель транслирует пропагандистские клише, тем более клише, основанные на страхе, дети отлично впитывают их. Потому что страх на самом деле и есть наша самая главная эмоция. Если что-то приятно, это, конечно, хорошо, но можно с этим и подождать или обойтись без этого. А вот если что-то страшно, если что-то представляет опасность для жизни, на это надо реагировать в первую очередь, потому что это критически важно для выживания. А уж если подавать информацию в игровой форме или облекать в привлекательную и легко усвояемую форму вроде любимых сказок или мультиков, например, то впитывание этой информации идет особенно легко. Может возникнуть вопрос, а как долго нужно обрабатывать детей для того, чтобы яд пропаганды навсегда изменил их восприятие мира? Увы, ответ здесь неутешительный. Похоже, что очень недолго. Нацистский режим в Германии длился всего ничего. С 1933 по 1945 годы. 12 лет. Колумбийское исследование показало, что антисемитизм оказался ярко выражен даже у тех детей, которые в 1945 году только недавно начали ходить в начальную школу. Есть и еще более пугающие результаты. Но прежде чем я расскажу о них, хочу призвать вас поставить лайк этому видео, написать что-нибудь в комментариях, для того, чтобы YouTube лучше показывал этот ролик, и другие люди тоже смогли его посмотреть. Если вы нашли его небезынтересным, может быть и им он тоже понравится. Кроме того, призываю вас подписываться на мой канал, для того, чтобы не пропускать выход новых роликов, и подписываться на меня на платформах Патреона и Бусти. На Патреоне можно донатить в евро, на Бусти в рублях, и ваша поддержка очень важна для моего независимого канала. Итак, еще более пугающие результаты относительно того, как быстро может происходить индоктринация. Так называемый эксперимент «Третья волна» показывает, что для внедрения идеологии и формирования генеральной группы, которая считает приемлемым притеснять и физически нападать на другие группы, которые по каким-то признакам считаются не такими, для этого достаточно нескольких дней. И чтобы все это произошло, вовсе не обязательно, чтобы имела место реальная борьба за ресурсы, конкуренция и вообще хоть какие-то реальные причины. Этот неприятный факт в 1967 году показал себе, а потом и всему миру, учитель истории в калифорнийской школе в Пало-Альто по имени Рон Джонс. Причем произошло это совершенно случайно. Джонс объяснял своим ученикам, что происходило во времена нацистского режима в Германии, и был не удовлетворен тем, как его ученики усваивают материал. В какой-то момент Джонс решил провести эксперимент, для того, чтобы дети сами почувствовали, каково это, когда происходит формирование определенных групп людей, которые начинают считать всех других людей какими-то не такими, ну или какую-то отдельную группу людей. В один из дней Джонс пришел в школу и вывел на доске «сила через дисциплину», а затем потребовал, чтобы ученики четко выполняли его дисциплинарные указания. Правильно ровно сидели, поднимали руку, когда задавали какие-то вопросы и так далее. Дети легко подчинились. Изначально Джонс хотел на этом и прекратить эксперимент, но на следующий день, когда он пришел в школу, он с удивлением обнаружил, что его ученики продолжают подчиняться всем тем правилам, которые он ввел днем накануне. И Джонс решил продолжать. На этот раз он написал на доске «сила через общность» и объяснил, что этот и вчерашние лозунги – это правило нового социального движения, которое называется «третья волна». Джонс в данном случае не имел в виду отсылку к Третьему Рейху. Речь шла о настоящих волнах. У серферов есть правило, что волны ходят группами, и если первая и вторая волна могут быть не очень сильными, то третья очень часто оказывается сокрушительной. Отсюда и название движения. Джонс объяснил, что у этого нового движения есть определенные правила, и его цель – побороть неэффективный режим, который существует в Америке сейчас, и предложить новую концепцию, новую парадигму, которая бы позволила стране добиться еще большего. В этот же день Джонс показал детям приветствие Третьей волны, которое неуловимо напоминало нацистское приветствие. На третий день Джонс записал третий слоган – «сила через действие» и раздал ученикам карточки членства в новом движении и какие-то знаки отличия. В этот день выяснилось, что уже не только ученики его класса, но и ученики из других классов начинают присоединяться к новому движению, потому что ученики его класса были настолько воодушевлены, что рассказывали всем остальным об этом движении, о Третьей волне и, соответственно, увлекали новых сторонников. На четвертый день Джонс понял, что эксперимент выходит из-под контроля, что школьники начинают все больше и больше увлекаться новым движением. Они самостоятельно начинают создавать так называемые «отряды обороны», которые проявляют физическую агрессию по отношению к тем школьникам, которые отказываются вступать в новое движение. Джонс решил, что с экспериментом пора завязывать. Он сказал ученикам, что завтра в 12 часов все они должны собраться на школьной линейке, потому что по телевизору будут транслировать обращение лидера движения «Третья волна», которое является не только движением, но третьей партией в Соединенных Штатах, которая будет бороться с продажными демократической и республиканской партиями. На следующий день на линейке в ожидании обращения лидера собралось огромное количество учеников. Но прежде чем включить телевизор, перед детьми выступил сам Джонс. Он еще раз рассказал про «Третью волну» и напомнил три девиза движения, а потом объяснил, что на самом деле никакого движения не существует. Все ученики стали участниками эксперимента, цель которого была показать, как легко люди поддаются идеологии, индоктринации, начинают вести себя агрессивно и перестают замечать, что действуют уже совершенно ненормально. Они следуют за лидером, вообще не обращая большого внимания на то, что, собственно говоря, этот лидер им говорит. Потому что, по сути, никто из сторонников «Третьей волны» не понимал, что же, собственно, это за движение, какие цели оно преследует, какая у него идеология, программа, ценности. Но этот факт никак не помешал ученикам увлечься движением, подчиняться приказам лидера и даже нападать на тех, кто отказывался принимать участие в этом спектакле. Похожий результат, что для развития стойкой неприязни или даже ненависти к каким-либо людям или группам людей достаточно всего нескольких дней, был продемонстрирован и в другом эксперименте, который тоже провела школьная учительница, на этот раз из Айовы в 1968 году. Учительницу звали Джейн Эллиот. И через несколько дней после убийства Мартина Лютера Кинга она пыталась объяснить ученикам своего класса, что такое расовая сегрегация. И каково это, когда тебя причисляют к какой-то группе, к которой приписывают разные нехорошие свойства и считают изначально низшей группой. Эллиот была раздосадована тем, что ее ученики, сплошь белые мальчики и девочки, некоторые из которых вообще никогда в жизни не видели чернокожего человека или человека, в принципе, с другим цветом кожи, не очень заинтересовались ее рассказом. В следующий понедельник Эллиот разделила детей на кореглазых и голубоглазых и рассказала им про меланин. Она сказала, что это пигмент, который отвечает за окраску кожи и глаз и заодно за интеллект. Кореглазые дети, у которых меланина много, самые умные. А голубоглазые, у которых этого пигмента очень мало, наоборот. Эллиот попросила кореглазых детей передвинуть свои парты поближе к доске, а голубоглазых, наоборот, к стене. Но все равно же они ничего толком не могут усвоить. Зачем им занимать премиальные места возле доски? В последующие дни Эллиот установила еще некоторое количество ограничений для голубоглазых детей. Например, она сказала, что из общего школьного фонтанчика голубоглазые могут пить только из одноразовых чашек. Кроме того, она запретила им играть с кореглазыми детьми, которым, в свою очередь, сказала, что если им что-то не понравится в поведении голубоглазых, то они смело могут ударить такого ребенка. Ну, все равно, по-другому-то он не понимает. Стимулируемые учительницей, то есть значимым взрослым, от которого дети запрограммированы усваивать знания, дети моментально усвоили новые правила. Кореглазые начали отпускать презрительные комментарии в адрес детей, у которых глаза были голубыми. Они начали задирать их, задавать им каверзные вопросы и всячески над ними издеваться. С другой стороны, голубоглазые дети, в том числе главная отличница класса, начали стесняться, смущаться и вообще всячески вести себя тихо. Та самая отличница, которая до этого никогда не делала ошибок, начала ошибаться в самых простых заданиях. Все это продолжалось в течение недели. Несчастных голубоглазых детей всевозможными способами принижали и унижали. В открытую говорили им, что они какие-то не такие, не дотыкомки и вообще представители ниши расы. Продолжалось это до тех пор, пока не наступил следующий понедельник. И Эллиот не поменяла местами группы, сообщив, что на самом деле все наоборот. И это голубоглазые дети самые умные, а вот как раз кореглазые ничего не соображают. В этот раз эксперимент получился более смазанным, потому что голубоглазые дети, пережив недельную травлю, были гораздо более мягкими по отношению к кореглазым. В конце концов, спустя неделю Эллиот рассказала детям, в чем была истинная цель этого эксперимента. Впоследствии она еще несколько раз проводила подобные эксперименты и каждый раз наблюдала одно и то же. Дети моментально усваивали новые правила и начинали легко и без особых размышлений шпынять и унижать тех, с кем еще вчера совершенно спокойно общались, а может быть даже дружили. У такого стремительного отклика детей на пропаганду есть и другие причины. Помимо того, что мозг в детстве усиленно создает картину мира и учится отличать опасное от безопасного. Причем учится настолько, что формирует определенные реакции, которые возникают в ответ на те или иные стимулы, и эти реакции сохраняются потом очень долго, а иногда и на всю жизнь. У маленьких детей еще нет общего понимания морали, этики и гуманизма. Да, конечно, они могут испытывать и жалость, и сочувствие, но эти эмоции очень легко перенаправить в то или иное русло. Без сформированных ценностей и с усиленной способностью учиться и принимать все, что им транслируется значимыми взрослыми или привычным окружением, дети особенно беззащитны перед пропагандой. Поэтому пичкать их ею куда более безнравственно, чем кормить пропагандой взрослых. И в связи со всем вышесказанным аргументация «А вот в моем детстве было полно пропаганды, и ничего вырос нормальным» кажется особенно нерелевантным. Кто вам сказал, что вы выросли нормальным? Что является нормальным для того, чьи воззрения в детстве сформировались в соответствии с чьими-то интересами? Мне кажется, имеет смысл подумать об этом, когда вы выносите какое-то моральное и особенно обвинительное суждение в отношении кого-либо или какой-либо группы. На этом все. Всем хорошего дня. Пока.